Меня зовут Максим. Работаю я в компании, собственно, с февраля месяца этого года. Не так давно, но успел начать и завершить один проект. Собственно, эта презентация, это как бы способ поделиться своим опытом и решением, которые мы использовали и как к нему пришли, вот какие слабые и сильные стороны выделить для себя. Презентация, собственно, про MongoDB не зря сверху написано, это центр презентации. Поэтому давайте начнем. Бигдата, бизнес интеллигент бигдата. Википедии есть, на самом деле, очень хорошее определение, потому что бигдата, помимо шутки про юношеский, никто на самом-то деле до конца не понимал, что это, когда оно появилось, вот и что, собственно, это такое. Вот на кипедии есть замечательное определение, о котором говорится, собственно, что бигдата это тот размер данных, который не может быть обработан существующими либо стандартными средствами, для обработки которого будут необходимы какие-то дополнительные создания, либо расширения этих самых, простите, средств обработки. Но есть более оригинальное определение товарища с твиттера, достаточно известного, жаль, к сожалению, прекратил свое творчество. Вот, в определении бигдата это то, что ломает вашу систему из-за того, что она не поместилась в вашей оперативной памяти. Но это так, отступление. И вот, собственно, в чем была задача, для чего все это архитектура, скажем так, создавалась и продукт. Вот, основной это то, что задача продукта это собирать, агрегировать и хранить события. Временные события, вот, можно назвать их логами, вот, но на самом-то деле там не только логи. Ну, в общем, любые события, привязанные ко времени. Вторым, ну, скажем так, наверное, на уровне важных требований это был load balancing, failover, disaster recovery и географическое распределение. Ну, собственно, как бы это стандартные требования к архитектуре любого enterprise-level продукта. И третье, API, REST API, да тут REST API не стоит, который можно было бы легко кастомизировать и который был бы достаточно легким, быстрым и гибким. Среда, в которой предполагалось, что будет работать продукт, в котором он работает, это среда с постоянным возрастающим нагрузкой, то есть это, как бы, скорость поступления событий в секунду. А я прошу, а можно назвать какие-то конкретные числовые характеристики? То есть это же будет конечно. Изначальный уровень это 50 событий в секунду. Вот. 50 событий плюс второй пункт это LTP-приложение. То есть, собственно, большим количеством входящих источников информации этих событий и с большим количеством клиентов с абсолютно рандомным доступом к данным. Ну, четко, то есть, по-четко, это было 50 ивентиров в секунду, да? А який был рассчитанный growth? Какие потенциально могут быть увеличиваться. Ну... Изначально... ну, пока как бы роста мы не увидели. Вот, то есть 50 событий в секунду они есть. Вот. Но предполагалось, что это будет в год два раза. Но потом это примерно стало квартал два раза. То есть получается, через три месяца их должно стать сто, потом каждые три месяца в два раза примерно должно было вырастать, либо же каждый год, но пока сказать больше не могу, потому что нету данных по использованию, что продукт только запустился. А и retention period, скольки требовало, на какие периоды бариата данных? 90 дней, базовое требование 90 дней, сейчас это требование, особенность Monki в том, что это очень легко настраивается, буквально одной командой и этот параметр можно менять. Требование это 90 дней, там дальше будет расчет того, какой примерный прием данных, так что дальше начинать еще посмотрим и упомянем еще раз об этом. Можна еще одна запитание? Тут написано, что система OLTP, это наша система мая быть OLTP, то есть дозволяйте какие-то там апдейты в ивентах, или это мы тянем из разных OLTP систем? Ну то есть это режим, в котором система работает, сама этот сам продукт, сама система, то есть это рандомный access к данным и такое же самое рандомное поступление данных, то есть нету ни часовной и большей нагрузки в системе, нету ни каких-либо предикшенов, предположений о том, как данные и когда они будут забираться, за исключением только нескольких, о которых я дальше расскажу. Это было облако серое, которое, грубо говоря, продукт должно было отвечать на запросы любой интенсивности, пришедшие в любой период времени. Плюс-минус, были конечно там рейд запросов в системе определенный, но за счет того, что огромное количество клиентов, и клиенты это не человек, а машины, поэтому они работали по своему графику, по своим особенностям, то есть машину легче, чем человеку предлагать, но все равно из-за большого количества создавался абсолютный рандом в плане доступа к данным. Ну и соответственно, в любом случае, в нужном response time системы должен быть всегда стрикнутой, за 2 секунды, с учетом передачи данных по HTTP протоколу и всяких latency в сети. То есть ответ системы самой это минимальный, в реакции самого архитектуры. Ну и четвертое, это собственно существующая инфраструктура, то есть продукт интегрировался, это требование стоит последним, вернее это особенность среды, но на самом деле его надо поставить вперед, потому что это, думаю, все, кто сталкивался с enterprise вообще средой и всем остальным знают, что там очень много restriction по поводу того, что использовать и как использовать. Ну собственно, где тут big data? Огромное количество источников информации. 50 event в секунду это немного, но это значение будет расти. Все события собираются в одной точке, в одном продукте. Вот в одной кластере базы данных. Ограниченное время ответа, я поминал уже 2 секунды. Вот это второй ESLA, который система должна соответствовать. Ну и, соответственно, конечно же возвращаемые данные должны отвечать действительности, не быть частичными, не быть побитыми, не быть потерянными. То есть система должна на один и тот же запрос всегда отвечать одними и теми же данными. Ну, соответственно, если данные не поменялись на входе. Решение, какие есть, есть. Решение, собственно, использование властик-серча, лохстэша и кибаны, как вот такой вот стэк, который обычно используют для хранения, скажем так, и поиска статистики по ивентам. Ну, конечно, тут логи, конечно, но те же самые ивенты, в принципе. Вот. Наше решение, это, собственно, почти тоже начало, это оффстэш. Собственно, оффстэш тоже продукт эластик-серча. Вот, имя же написанный, имя же поддерживаемый. Но замена эластик-серча на MongoDB, как хранилище. Вот, а дальше объясню, почему это было сделано. И вместо кибаны это кастомный растап на фласке. Вот, кто не слышал, фласк – это такой микрофреймворк на питоне, который позволяет делать легковесные приложения, не имеет каких-то restriction на то, какие модули и extension будут использоваться. Вот, скажем, если сравнить его с Django, который имеет монолитную структуру, то есть все в себе. Фласк позволяет выбирать компоненты и extension и расширения под ваши нужды и легко их интегрировать. То есть там нет какой-то жесткой привязки. Поэтому такое решение было выбрано. Дальше я попытаюсь вам объяснить, почему оно было выбрано. Для начала сравним эластик-серча на MongoDB. Вот, есть хороший сайт. Я не знаю, может, в новом следующем сайте это линк будет или в конце на презентации. Вот, сайт dbengines.org или com, скорее всего, org. Можно загуглить. Вот, отличный сайт со сравнением того и с рейтингом баз данных, движком баз данных. Вот, эта таблица взята оттуда. Собственно, эластик-серч – это search engine. MongoDB – это более generic понятие, будет документ в store. Первый написан на Java, второй на C++, но это не столь важно. Поддержка языков тоже обоих языков достаточная. MongoDB – замечательный движок для сервис-сайт скриптинга. У эластик-серча из коробки есть API. MongoDB тоже, кстати, есть, но тут чуть я не упомянул. Плюс встроенный MongoDB MapReduce и достаточно широкие возможности по ограничению доступа, то есть security-фичи. Ну, скажем так, из коробки. И в рейтинге, собственно, баз данных MongoDB, по-моему, на 14 месте находится. Касательно того, как данные хранятся и фейловера. И у эластик-серча и MongoDB данные разбираться на шарды. Присутствуют реплики для фейловера. И так же само и MongoЭластик-серч позволяет в случае падения primary node читать данные, вернее, не в случае падения, а просто читать данные с вторичных нод, то есть которые реплицируются с primary node, что, в принципе, позволяет увеличить скорость чтения, но существует риск получить не полные данные. Поэтому, собственно, в нашем решении это не используется. Нюанс, но в случае чего всегда этим можно воспользоваться. Собственно, решение, которое приняли, это, во-первых, что по… Не знаю, тут есть ли там требования. Да, вот, собственно, третье требование – это более простая интеграция MongoDB в инфраструктуру. Изначально это не было столько как бы важным, тут он третьим стоит, но по факту оказалось достаточно важным, потому что продукт интегрировался в существующую среду, в среду, которую поддерживают администраторы, девопсы, люди со своим опытом, со своим видением, и, собственно, опыта работы с Plastic-серчом, либо же какой-нибудь другой базы данных, не SQL, них не было. Вот. Несмотря на то, что изначально в этой архитектуре было MongoDB, вот, был выбор между ней и Plastic-серчом, но в итоге все равно все осталось. В 50% решения за MongoDB сыграла именно инфраструктура. И именно благодаря возможностям Mongo для Enterprise-левела именно этот выбор был сделан, и, несмотря на то, что у заказчика не присутствовало до этого, ну, короче, была Mongo, но три года назад, еще старых версий, то в текущих продуктах у нее не было MongoDB, но все равно они на это согласились, и только, в принципе, на нее согласились. Поэтому это, как бы, решение было удачно. Вот. Из-за власти X-серча не было нужды иметь какой-то search engine, то есть REST API выполнял функции поиска с учетом индексов, присутствующих в MongoDB достаточно быстро, и никакой необходимости search'а и запроса API в власти к search'у не было. Вот. Кастомный REST API был построен на Flask'е. Собственно, интеграция Flask'а с MongoDB доступна. Драйвер замечательный для Python, написанный самим же MongoDB инком. Поэтому тут, как бы, без вопросов. Еще один был нюанс касательно того, что Elasticsearch не очень любит, когда данные из него удаляют. Он очень быстро пишет, но не любит данные удалять. MongoDB с этим недостатком справляется благодаря своим внешним, внутренним возможностям. Допустим, для ивентов измечательная особенность – это TTL-индексы, Time-to-Leave-индексы, которые позволяют на каждую коллекцию документов, коллекцию данных, создать этот индекс. И сама Mongo, без необходимости каких-нибудь там внешних запусков скриптов, либо чего-нибудь еще, удалять данные старше определенного периода, количество секунд, сама удалять. Плюс есть еще Caped Collections, так называемые, которые позволяют удалять данные по количеству, либо по занимаемому месту. В нашем случае мы использовали TTL-индексы для удаления старых данных, в данном случае старше 99. из чего состояла архитектура в центре MongoDB с Redis. Redis использовался как буфер для событий. Данные собирались с помощью Elastic Search, ой, простите, с помощью Logstash. Он способен интегрироваться с множеством источников данных. На сайте Logstash можно посмотреть, там огромный набор инпутов. Плюс Logstash имеет хорошую, то есть там, дальше я еще покажу, это 30 почек идет, это input, это фильтр с модификаторами и output. Собственно Logstash принимает данные, модифицирует их, фильтрует и отправляет их дальше. В данном случае мы собирали данные с RevitMQ, с удаленных серверов, это файлы, сис-логов, plain-тексте. Lumberjack, собственно, этим занимался, plain-данные, он способен следить за содержимым файлов определенных, неважно, будь что это там, блоки engines, либо что-то еще. И анализировать, следить это и передавать новые поступающие данные на сервер, на котором установлен мастер Logstash. Легковесное, крайне легковесное приложение, это Lumberjack, написано на Go, работает очень быстро, занимает очень мало места в памяти, то есть то, что надо для серверов, которые находятся где-то далеко. Плюс имеет шифрование. Важный момент, это то, что вся архитектура полностью вся, это HTTPS. SSL используется везде, где только можно. За исключением внутри, это кластер вас данных и доступа между аппликейшеном и веб-серверами к кластеру. Там ограничения фаерволами и правами доступа, потому что, собственно, SSL все-таки, несмотря на свою скорость и несмотря на то, что TLS и прочее сейчас достаточно хорошо работает с современным оборудованием, но все же накладывает на определенный overhead, поэтому внутри кластера и связка кластеров с аппликейшен-серверами, то есть сборщиками информации и веб-серверами было без SSL-шифрования, а доступ клиентов и все остальное и внешние системы все были через SSL с шифрованием. Собственно, Radius был как буфер, он просто-напросто складировал сообщения и потом в стэш-индексе подбирал их с Radius и вложил в базу данных. Нужно это было сукубо для того, чтобы получить возможность в случае нужды мейнтейненс окно для Monge, чтобы на время того, пока Monge будет недоступна, чтобы данные буферизировались в Radius. Собственно, система-то не будет отвечать в этот момент, но, по крайней мере, источники данных не заметят того, что кластер базы данных недоступен. Замечательная таблица про Uptime, она взята с Википедии, можно погуглить. И эти девятки, при доступной системе, определяется количеством девяток. Замечательная цифра – это 9 девяток – это достигнуть крайне тяжело. всего-навсего 32 миллисекунды downtime. Наша система имеет 5 девяток. Это достаточно тяжело измерить, но дальше вам пытаюсь объяснить, чем это было обусловлено, вернее, чем это достигалось конфигурация кластера. Поэтому 5 девяток достаточно можно достичь. Сюда нужно же еще обязательно учитывать то, что если ваш продукт, допустим, находится в одном дата-центре, то возможно падение целого дата-центра. Соответственно 9 девяток – это больше двух дата-центров должны быть размещены сервера, ну и со всеми вытекающими особенностями. Плюс Монго, ну и в принципе любая база данных требует, чтобы ее, вернее, рекомендует устанавливать ее не на виртуальные сервера, а на физические. Соответственно физические сервера должны иметь определенную конфигурацию и так же само обеспечить фейловер внутри себя. Соответственно эти количество девяток и процентов availability крайне тяжело достигается. Ну вот 6 и 5 девяток можно достичь. 6 девяток – это хорошо, даже очень хорошо. 9 девяток – это, ну, я еще не встречал на самом деле таких систем, которые это смогли достичь. Даже, наверное, у Гугла с Фейсбуком нет этих 9 девяток. Вот, собственно, в overview кластера Монги, так вот это картинка с документацией Монгадб официальной. Тут важный момент в том, что аппликейшн напрямую через драйвер не взаимодействует с серверами, которые хранят данные. Аппликейшн взаимодействует с роутерами. Роутер – это такое легковесное с службой Монги, которая знает, куда нужно обратиться за данными и знает, где нужно взять конфигурацию. Тут не показаны еще серверы конфигурации. Вот они дальше будут. Роутер может формировать роутер, это может быть отдельные сервера, это может быть служба на аппликейшн сервере. Обычно делают службу на аппликейшн сервере, так как это удобно. Нет исходящих, как говорится, обращений к роутеру. То есть он слушает либо на софите, либо на локальном порту. Что, в принципе, для аппликейшн позволяет абсолютно прозрачно работать в базе данных. И даже в данном случае аппликейшн абсолютно без разницы подключается к роутеру, который работает в кластере. Либо же это стендалон сервер Монги, который там либо на этом же сервере находится. Что для девелопмента. В принципе, это так и есть. Девелопер работает с локальной базой данных. Либо же это стейджинг среда, где может не присутствовать кластер, а быть стендалоном Монгодики. В этом плане Монга достаточно удобно. То есть аппликейшн, работая через драйвер, абсолютно не знает, к чему он подключается. Кластер это либо... На базовом уровне не знает, конечно. Это все легко. Можно в коде проверить и сделать. Но изначально идея такая, что доступать абсолютно неважно. Аппликейшн знает, что его надо получить. Отдает запрос через драйвер. Либо это к роутеру, либо это к стендалон серверу. И получает свои данные. Собственно, на нижнем уровне primary и secondary сервера формируют... Каждая группа, тут на картинке всего по 3 в каждой группе. Это репликейшн сеты. То есть primary сервер изначально по дефолту принимает все записи, принимает данные на вход и выдает данные. То есть по дефолту. Конфирировать можно так, чтобы данные могли secondary отдавать, которые реплицируются с primary. Пишется данные всегда на primary. Для того, чтобы не было разбежности данных. Собственно, дистрибьюция данных это объем, который нужно хранить. Каждый шард в идеале это отдельный реплика-сет, который несет только свою часть данных. Соответственно, увеличивая количество шардов, уменьшается объем хранимых данных на каждом сервере. Плюс шарды позволяют обрабатывать Quary запрос к базе данных параллельно. То есть при поступлении запроса он не будет выполняться на первом шарде, на втором шарде. Мало того, что роутер будет знать, к какому шарду нужно послать запрос. Если ключ, по которому данные развивались, организован правильно, то, допустим, в случае с нашими событиями, например, у нас есть время, одна часть ключа, а вторая часть ключа – это идентификатор устройства, с которого эти события были записаны. Соответственно, при запросе, если ключ, по которым данные развивались, содержит достаточно правильно организован, то есть в нашем случае это, допустим, идентификатор устройства, с которого было взято, и время. Соответственно, при запросе данных с определенного устройства, по определенному устройству, мы обратимся, допустим, к одному шарду, а не будем бегать по всем шардам собирать эти данные. В нашем случае, если произойдет второй вариант, то шарды обрабатывают запрос параллельно и отдают уже данные по готовности. Соответственно, клиент получит, независимо от того, сколько шардов отвечали, все получит один поток набор данных. Но время обработки самими шардами – это подготовка данных и время поиска тех данных, которые нужно отдать, он уменьшится за счет спараллельного. Два подхода к шардингу – это по рейнджу. Это когда данные разбиваются на отрезки, определяемые значением шардинг-ки. Тут в данном случае очень важно выбрать такой шардинг-ки, который бы, во-первых, в данном случае не имел бы монотонного роста, потому что в случае этого, например, если мы зашардим только по времени, мы получим то, что последний шард – чанк, шарды, они будут все попадать, вернее, все данные будут попадать на последний шард, на котором будут создаваться новые чанки, потому что время постоянно увеличивается. То есть предыдущие шарды, которые имеют фрейра меньше текущего, они будут получать данные вообще. То же самое происходит с какими-то ключами, которые постоянно инкрементируются. Это целочисленные ключи, идентификаторы, которые растут, постоянно растут. Вот это плохой выбор. Ключи можно компоновать, например, если сделать, как в нашем случае, мы сделали по идентификатору устройства и по времени появления этого ивента. Соответственно, первым в ключе идет это идентификатор устройства, а вторым уже идет время. Соответственно, данные попадают в одном и тому же устройство, то они попадают примерно на один и тот же шард. Эту схему может нарушить балансер, присутствующий в Монге, который следит за тем, чтобы данные в шардах распределялись равномерно. Обычно его при правильной настройке этого ключа шардина, его отключают, чтобы, во-первых, не гонять лишние данные между шардами, а шарды могут находиться в зависимости от нужд продукта даже в разных дата-центрах на разных контингентах. Соответственно, перегонять данные между шардами, которые находятся в разных дата-центрах, явно невыгодно. Поэтому вот этот момент выбора ключа, по которому будут развиваться данные, очень важен. Ну, в принципе, тут легко поэкспериментировать, еще даже на DER в среде, собрав элементарный кластер, посмотреть, как в нем будут разбиваться данные. Если есть возможность, по правилам есть, регулировать данные. Это очень важно. Потому что этот шардинг, выбранный на работающей системе, поменять невозможно, практически невозможно. Без даунтайма так точно. Поэтому этот момент очень важен. Изначально мы остановились на втором варианте. Это хеш-бейс шардинг. То есть значение ключа шардинг. Поле, по которому разбиваются данные, оно хешировалось. Ну и, соответственно, хеш-функция позволяла равномерно распределять данные по чанкам. По шардам и разбивать их на чанки. Естественно, и помещать их на шарды. Но этот подход не совсем удобен в плане получения данных, так как они не группируются по какому-то признаку, а просто раскидываются по шардам. То есть балансеру тут особо нечего делать, так как данные изначально распределяются равномерно. Но в случае, когда у вас есть связанные данные, этот подход не самый лучший. Например, в этом подходе можно выбрать просто разделять по времени. То есть хеш-функция будет выдавать разные значения и равномерно распределять данные. Какая хеш-функция не используется, не скажу. Ну, пока нет, не знаю. Ну, работает, ну вот, проверяли это разбиение по времени с хеш-ключом, то как бы раскидывает равномерно. Второй момент – это высокая доступность. То есть, как я говорил, в primary сервер всегда принимают данные и всегда отдают данные по дефолту. Если прием данных всегда только на primary возможен, то отдавать данные можно из вторичных серверов. Соответственно, между первичными и вторичными серверами есть latency. Соответственно, те данные, которые есть на primary, если запросы будут поступать очень быстро, скажем так, на одни и те же данные, на secondary они еще могут не появиться. Поэтому, как бы, по дефолту так. Если там, ну вот, скажем, если взять, например, Facebook, то ему, допустим, не важно, кто там в ленте из друзей увидит сообщение, либо не увидит, ему можно спокойно использовать получение данных secondary. Причем, как правило, эти secondary некоторые в таком случае можно помещать, скажем, ближе к дата-центр, ближе к клиентам. И, например, primary может быть в Америке находиться, а secondary где-нибудь в Европе, скажем так. Так как в Европе там не слишком часто данные запрашиваются, относящиеся к Америке. Вот, либо же наоборот. Ну, это зависит от ситуации, их можно возвращать и играться. У Монги очень хорошая документация. Именно касательно продакшн-депоймента с примерами. Плюс с Amazon. На Амазоне есть отличная документация по тому, как они строят кластеры и рекомендуют это делать. Вот, с учетом того, что на виртуальных машинах. Вот, собственно, что происходит, когда primary становится недоступен. То есть происходит фейловер, это выбор нового primary между двумя secondary. В данном случае между двумя оставшимися. Когда новый primary выбирается, происходит это за доли мили в секунду, а то и меньше. Новый primary отдает, уже теперь и принимает данные. В случае, когда primary, который вышел из строя, восстановится, он станет изначально secondary и будет оставаться в этом состоянии, если не установлены в конфигурации приоритет. То есть можно поставить для какого-то члена репликассета приоритет выше, чем у остальных, и тогда, когда он упадет и восстановится, он станет опять primary. В нашем случае, опять-таки, это было важно, потому что продукт был размещен на двух дата-центрах. Они находятся недалеко друг от друга, но все же один дата-центр был primary, в котором расположено большинство источников данных для продукта. Второй secondary. Ну, там также присутствуют клиенты и источники для продукта. Поэтому писались данные все на primary сайт, там находились primary сервера, у них стоял приоритет выше, чем у остальных, чем у серверов на вторичном сайте. Поэтому в случае падения даже одного сайта, там будет дальше показано, какую мы конфигурацию репликассета выбрали. При падении primary сайта, например, при полной его недоступности, secondary сайт может обслуживать клиентов спокойно, без потери производительности. Но в случае восстановления primary сайта, он станет опять primary. То есть не останется в случае равных приоритетов secondary, а станет primary. Это как бы одно из требований, которое было. Ну, и по количеству членов в репликассете. На картинках было три. Соответственно, требования Monge к replication сету, это для выбора нового primary, должно остаться большинство из репликассета. То есть в данном случае для трех членов это два. То есть, соответственно, такой репликассет может выжить при падении одного из серверов. Дальше начинается увеличение количества членов на один, но видим, что во втором случае с четырьмя членами мы получаем то же самое fail tolerance, равное одному серверу. Потому что при падении двух из четырех большинства не остается. Остается два сервера, что ровно половина, а должно быть как минимум три. Соответственно, как бы голосовать могут все, если это не сконфрировано отдельно от членов репликассета. Соответственно, если серверов будет меньше, чем их было, меньше половины или поровно половине, чем было изначально, они просто не, сама Монго не даст выбрать, потому что это будет нерелевантный выбор. В принципе, документация это достаточно, ну, описано. И если почитать там, народ очень много с этим экспериментирует. Даже в плане производительности, хайлабилити, очень много статей с замерами скорости, как переключение происходит. В нашем случае мы выбрали третью строчку, это пять членов репликассеты. Причем в Монге есть такая особенность, что можно один из серверов репликассетного члена иметь крайне с минимальной конфигурацией, он называется арбитр, то есть единственная его задача голосовать при падении праймери сервера. Соответственно, он не несет никаких данных, он может хоститься даже на Raspberry Pi банально, и главная его задача просто в момент необходимости сказать, что я голосую за тот сервер. Голосование происходит по принципу того, какой сервер имеет меньшей латенси, соответственно, ну, там достаточно непростая, скажем так, выбор перед сервером, они могут голосовать, отдавать своего глаза за сервер, тот, кто считает самым, скажем так, который должен стать новым праймером. Оптимальным вариантом для нас это стало пять членов репликассета, то есть четыре сервера, члена, которые несут данные, плюс один арбитр, который данные нанесет. Соответственно, три сервера находилось на secondary сайте, два плюс арбитр и два с высшим приоритетом находилось на primary сайте. Соответственно, на каждом из сайтов, вернее, мы могли выдержать падение двух серверов, то, соответственно, падение правильного сайта мы выдерживаем. Вот. В прошлый раз задали просто такой интересный пол. Максим, у тебя звук пропал. Теперь слышно меня нормально? Да. Что-то странное произошло. Получается интересный момент, что происходит, когда, допустим, между дата-центрами, в нашем случае это было два дата-центра, прорывается сетевой коннект, то есть дата-центр по факту доступен, но просто между ними оборвался коннект, по которому, как правило, это private channel, по которому обмениваются дата-центры между собой, по которому, соответственно, кластер обменивается между ногами. В таком случае Mongo рекомендует при наличии двух дата-центров делать все сервера на secondary дата-центре с приоритетом 0, то есть они не могут стать primary вообще. То есть получается режим не active-active, не полноценного failover, то есть в таком случае Mongo рекомендует руками поднимать, то есть backup данных останется на secondary сайте, но кластер не станет, то есть он будет только read-only. write-only не будет. Соответственно, они рекомендуют руками пересыграть реплика сетом на secondary сайте. Для того, чтобы переключение было автоматическим при падении одного сайта, рекомендуют ставить арбитры сервера на третьем сайте. Соответственно, два сайта находятся, один primary и второй secondary, на них находятся сервера с данными, и на том и на том сайте сервера с данными могут становиться primary, но на третьем сайте находятся арбитры. То есть в случае прорывания сети, если арбитры, например, сервера, который находится на третьем сайте, видят первый сайт, а второй сайт не видит первый сайт, соответственно, как бы это либо проблема на втором сайте, либо прорывание сети. Соответственно, в таком случае кластер сможет четко определить ситуацию. Если же первый, второй, третий сайт видят, что главный первый сайт недоступен, естественно, начинается голосование за выбор нового primary. Крайне важно, потому что может быть такая ситуация, эмулировали ее на второй очереди, когда, например, два сайта, между ними попадает connect и сервера на члена реплика сет на втором secondary сайте становится primary, сетевой connect появляется, сервер на первом сайте, который был изначально primary становится доступным в другую реплика сетах, и оказывается, что есть два primary. Помимо того, что часть данных успела уже записаться на втором сайте, это вызывает коллизию, и кластер абсолютно становится недоступным. То есть плюс ко всему в недоступности появляется еще неконсистентность данных. Поэтому событие это очень неприятное, нехорошее, особенно в продакшн среде. Поэтому, как бы, вот такая вот рекомендация. В случае с двумя сайтами делать сервера на втором сайте, который secondary с приоритетом 0, то есть они не могут становиться primary. Тогда при disaster recovery, при fail torrents между сайтом будет необходимость ручной работы. Вот этого по требованиям нашего продукта делать нельзя было, то есть переключение должно было быть автоматически. Поэтому орбитры были вынесены на отдельный сайт. Соответственно, мы получили полностью автоматическое переключение. Плюс того, что орбитры, в принципе, это очень легкие сервера, в отличие от тех, которые нанесут данные. И это, ну, как бы, был большой плюс в этом плане. По поводу того, сколько данных хранится. 50 ивентов в секунду по пол килобайта, среднее пол килобайта в каждом. Пол килобайта – это размер документа, который хранится на сервере. Хранит Mongo все в байсоне, это бинарный JSON. Соответственно, тоже было удобно, потому что часть данных от источника мы получали в JSON, часть данных LogStash преобразовывал опять-таки в JSON после parsing. Соответственно, у нас почти во всех точках находился JSON. Который легко отдебажить и легко смотреть, легко экспортировать, легко экспортировать, легко экспортировать, достаточно читаемый. В принципе, это удобно. 90 дней хранения. Индекс-фактор, который рекомендуют при проектировании по 40%, то есть добавить ко всем данным, которые хранятся в 40%, это будет примерно плюс-минус размер индекса. Действительно, если это больше с запасом серьезно, чем необходимо, но все же. Всегда надо еще учитывать, что... Ну, пока фактор больше для диска имеет отношение, индекс-фактор для RAM. Надо учитывать то, что данные все же будут неравноверно распределяться между серверами, то есть, естественно, индекс-фактор нужно брать больше, чем он будет на самом деле. Рекомендуют 40. То есть, получается, для 90 дней у нас 273 гигабайта. Это с учетом 40% индекс-фактора. Бэкап не учтен. Это 273, для 30 дней 91 гигабайт и 46 гигабайт до 15 дней. 30-15 дней тоже обсуждались, когда заказчик системы увидел этот объем данных, 273 гигабайт, а это фактически объем RAM, который должен быть на всех серверах. То есть, если... Сейчас дальше что будет. То есть, как бы, Mongo in-memory с записью на диск. То есть, consistency присутствует. Старается держать, как минимум, индексы в RAM, но лучше, чем больше данных тогда по месяц, тем постоянно сможет их отдать. В нашем случае данные, которые будут постоянно запрашиваться, будут предупредить тяжело, кроме того, что возможно это плюс-минус в месяц. То есть, как бы, запрашиваться данные старше, чем месяц, будут достаточно редко. Вот. Поэтому, исходя из этого, если мы предполагаем, что в памяти будет находиться примерно, ну скажем, все 90 дней, то в случае... Вот такой стандартный конфигуратор. Ну 8 гигабайт, 16 гигабайт. Это 18 шардов. То есть, каждый шард – это один реплика-сет. В случае нашей конфигурации один реплика-сет – это 4 полноценных сервера и один арбитр. Вот, который, в принципе, RAM, видимо, не важно. То есть, 16 гигабайт, 18 на 4 и на 16 гигабайт. Столько должна быть RAM во всех серверах. Для того, чтобы выдержать 90 дней полностью in-memory. Оптимальным вариантом выбрали вместе с заказчиком 30 дней. Соответственно, это 91 гигабайт. И там получается плюс-минус. Сервера были 16-гигабайтные. Скажу даже больше – это были виртуальные сервера. Что, в принципе, наложило в итоге определенное ограничение на скорость ответов системы. Поэтому было 5 шардов, не 6, а 5. В принципе, этого хватает. На тест тесты показали, что система, в принципе, 16 гигабайт, в качестве с 5 шардами. Каждый сервер по 16 гигабайт, 30 дней данных поддают RAM на 2 секунд. Без проблем. В принципе, вариант хороший – это иметь 64 гигабайтные сервера, 2 железные сервера. Тогда, в принципе, не надо так много шардов иметь. Нужно вообще ограничиться одним шардом. То есть, по факту, всего 4 сервера и 1 орбита. Ну, environment и среда, в которой выполняется, это cloud, что, в принципе, сейчас модно. И поэтому для базы данных тоже сервера были гартуальны. Поэтому наш выбор был 15... Соответственно, для 16 гигабайт – это 30 дней, это 30 серверов. То есть, по 5 членов реплика сети. Ну, тут по 4, на самом деле, потому что 1 орбитр. Но калькуляция тоже ошибочная. То есть, 5 на 4 – это 20, плюс еще 5 орбитр. То есть, 25 серверов. Ну, если 6 взять, то это 30. Получится, если 6 – это шард. Вот шарды обрабатывают запросы параллельно. Ну, вот, как минимум, каждый шард – это 3, плюс сервера. В нашем случае это 4, плюс сервера, плюс 1 орбитр. Чем больше рама на каждом сервере, тем меньше шардов. В нашем случае это 5 реплика сетов. Вот, достаточно высокий дизайнерский рекавери с файловером. Вот, 30 дней working set – самые востребованные данные. 16 гигабайтные сервера. Это ограничение инфраструктуры было. 30 дата серверов, ну, 30, 25, 35. Вот, это вот достаточно дофига. Причем, сюда нужно добавить еще сервера по сбору данных и сервера, которые хостили в рестапе. Естественно, их как минимум по два на каждом сайте. То есть два сборщика, два рестапа – это 4, плюс еще 4 на другом сайте. Вот, между ними тоже должен быть файловер. Соответственно, это в сумме получалось уже 25 плюс 8 – это 33 сервера. Вот такая вот архитектура. Так, сейчас, секундочку. Який у вас был тотальный, ну, total volume of data на тих 33 сервера? То есть, 200 с чем, 370 гигабайт даних? Ну, каждый, это в сумме все. То есть, вот данные на серверах, в каждом репликасете, который репликасет – это равно шар. Они несут одни и те же данные. То есть, 4 сервера по 16 гигабайт – это фактически равняется 16 гигам working set. Потому что каждый из этих серверов несет одни и те же данные. Они дублируются. Естественно, в мемори этих данных находят, в серверах есть одни и те же данные. То есть, все working set нужно умножить на 4. Ну, это же понятно. То есть, если взять чистых RAW даних, то это где-то, сколько было, 300 гигабайт, да? Ну, 250-260. То есть, чтобы вам достигнуть этот SLA по latency 2 секунды и по фейловеру, то вам пришлось аж 33 сервера задеять? Да. Ну, в базе данных было 25 серверов. 25. Ок. Ну, 5 из них – это сервера слабые, плюс… ой, простите, не больше, еще плюс 3 конфиг сервера. Для продакшена у меня должно быть 3 конфиг сервера. Они тоже слабые, так как данные несут, на них конфигурация кластера находится. Вот, роутеры, которые запрашивают данные, передают данные от кластера к аппликейшену, они находились на аппликейшен серверах и на коллекторах. То есть, обмен. Иногда их выносят в отдельный пул просто этих роутеров. А это какой-то приватный дата-центр, это не какой-то павлик клауд? Нет, нет, нет. Это отдельная дата-центр. Не Amazon, не этот самый. Работали приблизный рассчитан total cost of ownership, поскольку это физически в гроши выливается? О, точно не скажу, но вроде бы в среднем… ну, как бы я только мерком видел, что в районе 100 тысяч долларов. К чему это относится? Главикий период? Месяц? Чет? Скорее всего, это месяц. Либо квартал. Не, квартал, наверное. Я просто далек от финансов, поэтому… Ну, как бы стоимость 30 виртуальных серверов. Вот, ну, допустим, если взять… в данном случае сервера этих хостом является Blade сервера. На каждом Blade сервере 64 гигабайт. Вот. Так, чисто абстрактно. То есть больше 32 гигабайт на виртуальных серверах инфраструктура не давала, так как это… Всего два сервера влазят на Blade. Это не очень круто. Мигрировать их тяжело. В данном случае это ESX, там миграция виртуала тоже присутствует. Ну, с базу данных мигрировать это было жестоко, поэтому она привязана на определенные сервера. Но опять-таки взять 32 гигабайтные сервера – это, по факту, было бы дешевле, чем держать 16 гигабайтные сервера. Ну, а в железе это выходит, в принципе, одно и то же. Ну, разве что в нашем случае количество серверов бы уменьшалось. Но ограничение инфраструктуры только 16 гигабайт, только виртуальный сервер. Вот. Стоимость какая там в результате выливалась, не скажу точно. Где-то вот в этих рамках. Ну, можно примерно посчитать у DigitalOcean, например, такие цены. 5 долларов за 512 мегабайт в месяц сервер. Можно примерно просчитать, сколько это получится. У Амазона такие же самые цены. Вот это перформанс на девелокерской машине. Замеры перформанса с работающей системой, к сожалению, не смогу показать. Вот. Это кластер из трех шардов. Вот. 4 гигабайта на каждом члене этой кассеты. Там по 3 сервера было. Вот. Это то, что изначально хотели нам дать. 4 гигабайта. Вот. Зеленая линия – это объем свободного оперативной памяти. Вот. И синяя – это диск usage. Красным – это диск usage, а с синим – это чпу usage. Собственно, в какой-то момент времени эти горбы на красной линии – это работа балансера. Вот. Который начинал перебрасывать данные между шардами. То есть он вносит достаточно большой эффект. Эффект проявляется очень большой в количестве дисковых операций. И вот для данной инфраструктуры это было критичным. Так как в сторидже, который нас сам, на котором находились диски вертальных серверов, он был нагруженным. Поэтому в 300 иопсов было ограничение на каждый сервер. В принципе, тут выше 250 поднялось только один раз, когда балансер перебрасывал много данных. А так при… плюс тут нагрузка по количеству входящих ивентов была 300-400 ивентов в секунду. То есть это в 6 раз больше, чем 50 тех, которые предполагались изначально. Вот. Все равно за это количество иопсов не вышло. В продакшен среде были пики, вернее в QA среде. Вот когда уже собрали более реальный кластер на 16-дневниковых машинах. Вот. Были пики в 1600 иопсов. Вот. Это, скорее всего, какие-то ошибки измерения. Вот. Но, опять-таки, не присутствовали за балансером. В итоге балансер в продакшене, он, конечно же, отключен. Вот. И сейчас на данном этапе при 50 ивентах 30 иопсов – это максимальное значение, которое присутствует. Причем эти 30 иопсов для диска – это на конфиг серверах, так как роутеры постоянно к ним обращаются. Вот. Дата сервера вообще не нагружена. Соответственно, ну и загрузка базы данных на данном этапе примерно 50-60%. Вот. Ну, графика не информативная. С ивентом в системе происходит несколько модификаций, несколько событий. Во-первых, он получает это с помощью logstash. Он буферизируется в Redis. Потом с Redis подбирается, модифицируется вторым инстансом logstash. На каждом сервере сбора присутствует эта цепочка. Модифицируется logstash и сохраняется MongoDB. MongoDB сейчас версия, которую мы использовали, изначально это было 2.6, но в итоге это стало 3.0, так как она вышла как раз в процессе разработки. Заказчик был не против. Вот у версии 3.0.1 или 3.0.2 или вообще в 3.0 версии появилось, если этот движок это iMap для выделения данных, то появился разработки самой MongoDB. Это wiretiger. Это я к чему? К тому, что одним из требований было минимизировать место хранированное, место, которое занимает ивенты на диске. Не в память, а на диске. Поэтому часть, вернее все события, они архивировались. Но так как они к вариться могли абсолютно рандомно, то архивировать их какими-то наборами было невозможно. Поэтому каждый ивент в отдельности архивировался. Это позволило снизить с 500 кбайт до 450. А wiretiger, чем мы, к сожалению, не смогли использовать. Его достаточно быстро работает и, соответственно, уменьшается время при необходимости обращения к диску. Плюс у него есть изначально из коробки сжатия. То есть он минимизирует место, занимаемое на диске. Соответственно, и диск его уменьшается. Увеличится нагрузка на читу, но диск его уменьшается. Мы его использовать не смогли, не успели. Соответственно, вот эти модификации по сжатию ивента происходили на уровне вовсе тэша. И плюс еще к этому, к некоторым событиям добавлялась мета-информация в зависимости от источника. Некоторые источника поступали не все данные. То есть Wallstash достаточно гибкий. Позволяет... Есть и аналоги, конечно. Позволяет модифицировать объекты. Плюс тот, кто знает Ruby, может написать собственный фильтр, модификатор. То есть там Ruby pipeline, который проходит каждый ивент, и в нем можно добавлять звенья как угодно. Много зависит от того, конечно, чего хотите достичь. Соответственно, с Монги запрашивалось через RESTAPI, который написан на фласке, запрашивались данные. RESTAPI его обрабатывал. Обрабатывал, опять-таки, это требование сжатия было. Он их разнимал и отдавал поток. Естественно, нагрузка на процессоры на веб-серваках тоже возросла, но незначительно. Соответственно, возвращается через RESTAPI. Входящим Wallstash получал данные с RepetMQ. Данные передавались по сети, это удаленными Lumberjack'ами и стеслово подбирались. Плюс там еще огромный набор инпутов. Для входящих данных можно посмотреть на сайте Wallstash. Там большой очень набор. Больше 30, например, на районе 30. Плюс, опять-таки, имея необходимость и желание, его можно дописать самому на Ruby. Также Longstash умеет преобразовывать данные в JSON, парсить их RGX, обрабатывать ивенты, которые... Собирать ивенты по какому-то признаку. Например, они так приходят. Он может эти ивенты собрать в один. То есть, мультилайн-обработка. Это больше касается файлов, конечно. Но все равно можно допустим ивенты агрегировать на уровне Wallstash. Вот, в самой Monge была агрегация ивентов. И... Ну вот, если сравнить, конечно, где-то в сравнении не идет. MapReduce Monge с MapReduce от того же Hadoop и скорости работы. Но для нужд проекта этого хватало с головой. Плюс у Monge есть замечательный aggregation framework, который позволяет очень быстро, даже без необходимости какой-то UI-интерфейса, собрать статистику с данных, находящихся в базе. Там очень много вещей дефолтных уже, по дефолту присутствует. Группировка, фильтрация, сбор метрик можно производить очень достаточно просто. Буквально недавно воспользовались, потому что заказчик хотел увидеть, какие данные... Вернее, какая статистика по использованию. Фильтрация, то есть дробь ивентов, если они не соответствуют какому-то шаблону. Чтение данных из JSON, CSV. Там очень много наборов идет. Четыре цепочки, input и кодеки. В последней версии вовстэш и кодеки они не столь используются. Но вот input, фильтр и output это три составные части, которые участвуют в каждой цепочке вовстэш. Они могут присутствовать, могут не присутствовать, в зависимости от того, чего хотите достичь. Но они есть и вот каждая цепочка можно модифицировать, вставлять новые звенья туда и даже заменять. Возможности очень большие. Вот с помощью одного из output'ов система мониторилась надеосом и какти. Первое это такой индастриал стандарт мониторинга. КАКТИ, собственно, позволяет строить графики по нагрузке самих систем. То есть изначально для сетевого оборудования, но по серверам тоже стоит приятные такие удобные графики и собирает данные. Вот у логстэша есть output'ы, которые напрямую позволяют отсылать события, альерты в нагиосы и данные в КАКТИ. Ну, в КАКТИ он по-моему поиск NMP работает. Вот в NMP output' есть output'ы шанс. С небольшими модификациями и дописываниями. Мам, удалось подключить его. Соответственно, еще на уровне сбора данных мы имеем статистику и мониторинг. Плюс с мониторинг нагиосом и всего остального. И кластера. Ну, с кластером интересный момент, что у Monge есть продукт. ММС – это общедоступный сервис. И Ops Manager, который поставляется в поставке Enterprise Monge. Ну, вот это такой мультитул для Monge. То есть у Monge можно собирать кластер, делать его бэкап, делать снапшоты данных. То есть фактически руками или скриптами дописывать, что в Monge в плане бэкапа, снятия снапшотов данных, рестора, инкрементальный бэкап очень тяжело. С учетом того, что, скорее всего, там присутствуют реплики, у которых могут быть на каждом сервере латенси между синхронизацией данных. Соответственно, на какой-то момент времени запокапить это достаточно тяжело. Ops Manager это позволяет делать удобные GUI. Он работает отлично. Конечно, стоит денег, но не стоит больших. Поэтому в Monge это тоже тебе подкупает присутствием этого Ops Manager. Это достаточно легко пользоваться. И изначально для Deploy мы использовали Puppet. В принципе, модули, пакеты для Monge, для Puppet присутствуют, но они поддерживаются обычными людьми. И, соответственно, с вытекающими последствиями человек может забить и его станет. Линь там дальше поддерживает, например, третью версию Monge. Что-нибудь ему там не надо было, он этого не делал. Например, сбор репликассетов, каких-то с кастурной конфигурацией, с перенастройкой приоритетов. Поэтому мы деплоились Puppet, но это вызвало достаточно большие трудности в плане деплоя самого кластера. Если обычные не сервера, коллекторы, сборщики данных и рестапы сервера, легко деплоить. Потому что мы Dynjinx, Lask applications, Unicorn, все эти наборы, как правило, стадапы. Но кто его использует, и для Puppet есть плагины. Puppet, собственно, использовал своих заказчиков. В основном присутствуют и другие решения. Комблер тоже не используют. Солд используют, по-моему. Это достаточно большой зоопарк. Но для Monge это замечательный Ops Manager. Собственно, он позволяет многие нюансы тяжелые, связанные с настройкой кластера и его деплоя решить. Соответственно, если я не ошибаюсь, то Ops Manager внутри юзает какую-нибудь систему provision, возможно даже и Puppet. Но у нас его не было. И купить его в процессе уже не было возможности. Соответственно, по rest-up и кастомизация. Синтегрировались мы, кстати, на отлично. Пять девяток получили. Проверили полностью доступность падения одного дата-центра в рамках нашего кластера. Плюс возможность легко заскейлиться добавлением новых шартов, либо же расширением реплика сетов при необходимости на другие дата-центры, если в этом будет необходимость. Rest-up, написанный на Flask достаточно легковесный, несмотря на то, что Flask блокирующий framework. Если есть и будет необходимость увеличения... Сам rest-up несложный. Потому что это в основном только не модификация данных, а чисто лишь запрос данных с каким-то квайром, с параметрами. Поэтому, в принципе, для Monge есть, если использовать тот же самый Python, есть фреймворк на Python это торнадо, плюс драйвер для Monge асинхронный мотор. Называется, написанный самим же одним из инженеров Monge. То есть он позволяет полностью асинхронность стичь. Если Flask блокирующий, то есть не асинхронный framework. Да, у нас там инстансы application несколько запущены, 4 сервера в сумме. То есть они выдержат нагрузку и тесты это показали, удерживали нагрузку, превышающую ожидаемую. Если сравнить 50 ивентов в секунду до входящих данных, то мы на данной конференции смогли достичь без потери производительности до 1000 входящих ивентов. И одновременно 1000 запросов рандомно к RESTAP. Тестировали RESTAP, кстати, утилиты SIEDGE. Она достаточно старая, но все равно, несмотря на это, удобная. Правда, один нюанс работает с SSL не очень хорошо. Ну, то такое. Парочку ссылок. Это MongeDP Multidata Data Center Deployment. Монги очень много презентаций, они проводят метапы, встречи, обсуждают все это дело и показывают очень много документации. Она хорошая, она с экспириенсом. Опять-таки, LOGSTASH удобная утилита по-своему. Возможно, она не самая быстрая из аналогов, но все же удобная в плане того, что, зная Ruby, его легко кастомизировать. Мотор, который я упоминал. Плюс, есть такие случаи, когда Monge скрещивали с Elasticsearch. Монго-сайстик. Собственно, это ребята сделали интерфейс между Monge и Elasticsearch. То есть, Monge из коробки не умеет делать полнотекстовый поиск по всем полям. Она может делать поиск только по определенному выбранному полю. Вроде бы, это собирается исправить в будущих версиях. Возможно, в третьей какой-то исправили. Ну, я не знаю, скорее всего, нет. В Elasticsearch этот поиск есть. То есть, если есть такая необходимость, то можно через этот вот коннектор это достичь на Monge. И плюс, коннектор для того же самого Elasticsearch от TenGen есть. Но он, по-моему, не особо поддерживается. У меня все, в принципе. Поэтому, если есть вопросы у вас, буду рад ответить. Если самого, конечно. А были моменты, когда хотелось бросить Monge? Ну, в общем, сложности какие-то возникали? И как их преодолели, если было что-то такое? Изначально на самом первом этапе с Monge была сложность в том, что в команде с ней работал только один человек. Полноценно работал. В плане кинуть, да, возможно были, но этого нельзя было сделать, так как это был единственный вариант, который допускал заказчик. Хранить такой объем логов в релационной базе данных не очень удобно, в принципе. Вот с учетом того, что они должны постоянно удаляться. И, возможно, в будущем, так как это некоторые фичи и особенности проекта еще до сих пор не описаны. Вот он только это новый продукт, он еще будет развиваться. Вот роудмапа для него пока нету, но предвидится там и ГУИ какой-то, то есть там будет возможность не только ходить машинам запрашивать через рестарты, а еще и человек будет что-то делать, что-то работать с данными, возможно какие-то репорты строить на себя, что-нибудь еще такое. Вот поэтому, в принципе, особых трудностей не было. Помимо трудностей с выбором шар-диньки, очень важный момент, мы уже, опять-таки, не имели опыта в этом деле. Много есть в интернете почитаем, много советов. Но, опять-таки, благо есть возможность Mongo очень легко конфигуриться, быстро поднимается, тем более с папетом, либо с другой системой повреждения. Вот просто поэкспериментировать и экспериментным путем из нескольких вариантов выбрать самый оптимальный. Такое решение достаточно важное при проектировании. Изначально выбрать его можно только условно, потом надо все равно на практике это дело проверять, как оно будет в живой системе. Многие боятся, что можно потерять с Mongo и данные. В принципе, это возможность любой базой данных. Я еще запомнил на какой-то конференции, была такая шутка, что поднимите руки, кто использует Mongo. Все подняли. Теперь поднимите руки, кто из вас потерял данные в Mongo. Это возможно, но с хорошо разработанной стратегией бэкапа и с наличием достаточного количества серверов, реплика сети и распределением, это, в принципе, не проблема. А если потерялась там одна транзакция, то задетектить это каким образом можно? Ну, в плане, когда все данные упали, это как бы ок. Ну, транзакции в Mongo нет, у нее есть только на уровне документов, то есть то, что записалось в документ, то как бы есть транзакции в Mongo. По-моему, последняя версия ничего хотят сделать, транзакционность некую, но по факту она делается на уровне приложения. Потерять данные, был определенный процент данных, это примерно в день тысяча ивентов, седьма максимум. Допускалось это на то, в том случае, если, например, в том же самом Redis, либо же коллектор, который собирает все внутри себя данные. По факту, в один момент времени на каждом коллекторе может находиться, если база доступна и все цепочки работают на коллекторе, на нем может находиться там до 50-100 сообщений. Соответственно, вот этот вот процент, который, 100 ивентов, которые можно потерять при падении сервера, что там вырвался и все, и все было записать, оно было в раме, и все, это же, типа, допускалось. А сколько там, напомни, пожалуйста, сколько всего было ивентов в день, просто чтобы понять процент на соотношение? 50 в секунду, это, соответственно, 3600 в час. О, ну да, сейчас, один момент. Так, 50 умножить на 3600. 4 ляма, типа, 4 ляма и 300 тысяч, да, получается? Ага, и при этом где-то 100 ивентов реально терялось, или был ассамшн, что они потеряются? Или они реально? Предположение, предположение. По факту, они не терялись, потому что и Redis, и у ловстэша, у самого java-приложения, он на java написан, вот он в им-мемори хранит 5 ивентов. То есть он 5 получает, обрабатывает, отдает, 5 получает, обрабатывает, отдает. Redis он сохраняет на диск, поэтому, в принципе, этих став мы даже не получаем. То есть если руками кельнуть процесс ловстэша, то ты теряешь 5 ивентов. Вообще, в случае вот Lumberjack этот, который стоял на удаленных серверах, машинах, там, на самом деле, даже до конца не знаю, что там находится. Вот, там все это дело в файлах хранилось. Вот, в принципе, данные можно было восстановить. Но, как бы, требования и механизма контроля поступающих данных не было, в принципе. То есть считалось, что те удаленные источники, они отдают данные, и они их отдают корректно. Вот, то есть на нашей стороне мы их никак не проверяли. Вот, есть такой нюанс, что, например, мы можем записать один и тот же ивент, если он, допустим, поступит два раза, там, неважно, от одного источника, от двух источников, просто два раза записать. Потому что это никак не проверяется. Опять-таки, для скорости работает. То есть нет этих проверок. А то, что присутствуют данные, в базе не присутствуют, записываются, а не записываются. Я понял, спасибо. А, и еще один вопрос. А по поводу вообще стабильности? Потому что, если почитать там статьи по Монге, там, годичной, двухлетней давности, то у всех там рвет дно от того, что там может он зависнуть, упасть, еще что? Не наблюдалось таких эффектов уже в современных версиях? Нет. Знаешь, ни разу такого не было. Даже когда у себя на локальной машине стресс-тест сделан, чисто для проверки, 400 ивентов в секунду, писал на моей виртуалке, с этим учителяем дегаметр. Сервис не упал. Скорость ответа, да, замедлилась. Logstash отвалился. Но Монга, как бы, без проблем. Перезапустил сервис Logstash и дальше продолжилась запись. Так, чтобы падало от нагрузки, то не было. Падало по каким-то другим причинам. Ну, падало один раз, вернее не один раз, а много раз из-за конфигурации виртуалок. Там есть такой memory over commit. Соответственно, если мало виртуальной памяти, и Монга пытается изначально всю виртуальную память занять, вот своп она не использует. Соответственно, занимает она виртуальную память каким образом? Она, типа, всё себе берёт и создаёт на диске файлы, типа, как своп, ну не в свопе, а на диске. То есть, приливая полностью RAM туда. При необходимости того, если, например, какая-то служба на сервере, если такие присутствуют, конечно, на серверопознанных такого не должно быть, запросит RAM у системы, то Монга просто им поделится. То есть, она отдаст. Она не заставляет полностью за собой, не забивает. Соответственно, она может поделиться. Ну, как правило, это абсолютно не рекомендуемо, что-то ещё запускать на серверах баз данных, помимо самой службы базы данных. Но был такой момент, что изначально в конфигурации самой инфраструктуры и флотный имидж для виртуалки, в нём присутствовал over-weaver-over-commit, установленных два. Насколько я помню, это означает, что там нельзя выделять там файлы или места больше, чем в RAM, на диске, там, в MAP изначально. То есть, это только MAP для Монга этого нет. Соответственно, Монга, когда запускалась, она изначально создаёт эти файлы. То есть, первоначальный запуск на чистую сервер установлен, служба установлена. Она запускается, он занимает весь RAM и создаёт эти данные на диске. И он фейлился кучу раз, потому что он не мог создать просто файлы определенного размера. Он создавал, 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 доходил до какого-то момента. Ну, система говорила, прости, не могу тебя разошлить. И он падал, причём падал нахуй. Его нельзя было потом поднять, нужно было очистить файлы баз данных, очищать. И потом кто-то поднимать, или даже кто-то перемещать. Ну, это устанавливается. Есть Монги рекомендации по настройке серверов. И даже сам сервис, когда ты его запускаешь, подключаешься к нему, он говорит, там, вот у тебя тот, а тот стоит. Это как бы нехорошо, советуем поставить вот так вот. У нас больше болезнь инфраструктуры была, так как там тоже пакет, который постоянно сервера поднастраивал каждые полчаса. И, соответственно, пока мы его не отключили, там, ребята, они могли что-то сделать. Пока мы этот пакет не отключили каждые полчаса, им поставили вручную этот overcommit. В принципе, вот такая проблема присутствовала. Такая нехорошая вещь. А так, чтобы падали, ну, честно, за уже три месяца. Не было ни разу падения ни одного. Только из-за overcommit падали. Придепло. Я понял, спасибо. Звучит очень оптимистично. Ну, тут у меня только повода такого вот страха, честно. Я помню, то есть на ночь уходили все-таки с офиса иногда. А, так, конечно. Спим крепко ночью. Спим крепко. Ну, тут главное мониторинг. Вот. Немаловажно мониторить, следить за ними. Вот потому что, в принципе, если не следить, тут уже реплика сет из пяти серверов. Там один упадет, не заметишь. Второй упадет, не заметишь. Вот. А когда грохнется уже третий, то уже будет ай-яй-яй. Плюс такой вот вспомнил момент. Монго может отдавать данные частично. То есть, например, если один шаг недоступен полностью, там либо серверов не хватает, реплика сети для выбора праймеры, либо же вообще праймеры нет, есть только сендер, секондарь, он может частично данные отдавать. Это изначально выключенная возможность. Но это можно включить при подключении данных с приложениями. А под частичными данными ты имеешь в виду, что оно вернет, например, из десяти возможных результатов только пять? Да, да, да. Ну, это заслуживает права на жизнь, например, в том же самом примере с Facebook. Чтобы полностью сервис не был недоступен, например, он там покажет пять новостей из десяти. А потом, когда восстановится, он тебе в следующий раз еще что-то покажет. Ну, нет, да, то есть это востребовано в случаях, когда это востребовано. А у меня еще вопрос по разработке самой. Смотри, там же наверняка был какой-то предварительный анализ, да, как бы наше ожидание, сколько займет времени эта вся штука. Расскажи, пожалуйста, насколько разошлись ожидания с фактическим исполнением этой, то есть где больше всего потеряли времени, где, например, думали, что это будет x, а это 5x, а где думали, что 10x, а это x. Времени, изначально, вот расчет working set, он изначально такой, как есть, такой он и остался. Вот, в принципе, потратили достаточно много времени на интеграцию и на deploying. В принципе, это вызвал в основном Puppet. Таких вот проблем связано с базой данных и по какой-то еще разработкой, тем же Flask'ом, Pyrton'ом, Logstash'ом проблем не было. То есть там все было заготово. Вопрос был Puppet. В принципе, у нас был один человек, который хорошо его знал. Потом вот, ну, он, как бы, перешел потом на новый проект. Вообще мы попросили нам помочь, как бы его нам дали на месяц. Вот он нам с Flask'ом помогал разбираться. Ну, были нюансы именно в Spar'е, но не больше Spar'а на депо'е. Вот. С учетом того, что в кластер кто-то получился немаленький, изначально хотели по 8 гиг вообще там. 5 серверов, по 3 сервера в репликастете с 8 играми на каждом. И там чуть ли не всего получилось, получалось 3 шага. Вот. Когда замерили эту производительность на 3G, получилось, что запросы, ну, как там ожидалось, что, например, query, данные будут там каждые, там, по 15 минут, грубо говоря, машины. То есть они изначально, это, так сказать, не предполагая, не говорили, сколько, как это будет происходить. Потом вынесли нас в процессе работы, что данные, например, будут запрашиваться там в 30-минутный интервал. То есть, грубо говоря, один клиент запросил 30 минут, это компьютер получил данные. Следующие 30 минут, он запросил следующие 30 минут. Плюс он не будет запрашивать старые данные. Ну, а потом этот диапазон вырастет до 20-ти. То есть одноразово можно запросить какой-нибудь клиент, выбирая устройство, данные за 24 часа. Это сценарий, допустим, такой, что устройство не работало там 24 часа, потом оно поднялось, или, наоборот, наш продукт не работал 24 часа, потом он поднялся. Ну, и это нужно забрать данные, которых, допустим, не хватает для своих нужд. Вот. И был нюанс, когда начали запрашивать данные более чем в период более чем час, то за 2 секунды мы далеко вышли. Вот. Вышли по причине того, что кластер отвечал быстро, он обрабатывал данные. Он давал данные медленнее, и, соответственно, растапы они медленнее обрабатывались, разжимались и отдавались клиенту опять-таки по сети медленнее. Но если с сетью ничего не сделаешь, там, 50 мегабайт нужно какое-то время, чтобы передать, там, 100 мегабайт нужно какое-то время, чтобы передать, оно постепенно растет. И в тот момент случилось так, что вот на этих 8 мегах они полностью забились, и вот working set на тесте, он не попадал абсолютно, то есть там 24 часа не помещалось данные, то есть в гигабайт с тремя шагами. Вот. Поэтому много было разговоров и решений по поводу того, сколько серверов взять, и как это вообще сделать, вот. В плане, если сказать, в плане разработки, то это достаточно просто и приятно. Вот. Иногда сложно показать, доказать то, почему это работает, и что это не страшно. Для целей хранения сбора лора в Монго достаточно хорошее решение, с учетом всяких TTL-индексов, и там, капит коллекшенов, плюс в том, что логи они сами изначально по себе, это те вещи, которые на рационной базе данных не слишком хорошо хранят, и они не слишком удобны. А сколько суммарно разработка заняла в человека, ну, в человека месяцах на одного разработчиков, всех суммарно ролей? Ну, примерно, там, 4-5-6-7. Я тебе не скажу, сколько одного человека, потому что у нас в команде было 4 человека, и разрабатывали мы этот проект в середине мая, то есть, ой, в середине февраля, это 15 дней, где-то, посудим, где-то 10 дней, потому что где-то часа 20-го начали, и запустились. Мы в июне, 7-го июня, то есть, это май, апрель, март, 3-5 месяца. Угу. На фулл-тайм все 4, да? Да, да, да. А был человек, вот ты говорил, что это конфигурация, был девопс, или просто разработчик какой-то взял на себя responsibility, по менеджменту этой всей штуки? Был вот этот вот парень, который senior девопс был, и практически он не с нами все время был, а часть, один из разработчиков стал девопсом, частично. Я понял. Так что вы благословили на рождение девопса, это тоже хорошо. Ну, ну тут как бы ему понравилось, наверное, скорее всего. В принципе, сам вот, если смотреть на Puppet, какой-то в куме, даст его стонтар, Puppet достаточно сложный. Мне как питон разработчику, например, мать себе будет. Ну, есть требования, а есть хотелки. Да. Хорошо, спасибо большое. Я за счет. Максим, у меня есть еще такие питания? Да. По цифрам. А эти 2 секунды, это запись до Монга, только так? Нет, это время, когда клиент посылает Acquire на растапе, по TTPs, по TTP фактически. И, то есть, он послал, и через 2 секунды он ожидает ответа. А сколько с того Монга работало? То, что точно могу сказать, в Монге можно, кстати, там удобно смотреть, есть профилирование, то есть можно посмотреть, как можно делать запросы, сколько она разными эквайер-планами пользуется, и выбирать из них самый лучший. Вот это можно посмотреть из самой консоли. И получалось, что на средний запрос мы определили, что примерно там час-два, ну так по максимуму, в основном это будет там час-два, полчаса. Сам шарт с данными отвечал в среднем это от 50 до 300 миллисекунд, в зависимости от... То есть он был готов отдать данные в это время. А суммарно получалось 600-700 миллисекунд. Вот. Дальше уже шло это передача данных, обработка растапи и отдача их по сети. То есть львиновую долю времени занимала именно отдача по сети. И... Ну что это отдача по сети. То есть растапиум там достаточно, все напрямую дел, несколько потоков, поэтому... Окей. А вот эти девятки, где была межа системы с девятками? Это была только Монго, или это была вся система? Монго точно, плюс коллекторы. Всего их было по два каждого на каждом сайте. То есть это в сумме четыре, на активном и пассивном коллек... Четыре коллектора, четыре веб-сервака. С учетом всего один коллектор может покрыть, по тестам опять-таки выяснили, он покрывал в десять раз большую нагрузку, то есть пятьсот ивентов в секунду он мог спокойно обрабатывать. Соответственно, при одном единственном живом коллекторе и одном единственном живом сервере растапе, система полностью была стабильная. То есть она выдерживала и падение дата-центра, и падение трех серверов на двух дата-центр. А, ну добре, коллектор он также находился в одном из дата-центр разом с Монгой или нет? Монга присутствовала на двух дата-центрах, соответственно, точки входа были на обоих дата-центрах. Сервис этот, через который приложение обменится с Монгой, роутер он находится на каждом из серверов приложений, это коллектор и веб-сервер. Плюс, да, забыл сказать, плюс сверху над коллекторами и серверами растапе находились лот-балансеры, а сверху над лот-балансерами и растапе находятся еще в команде. Вот, соответственно, там одно однодоменное имя, одна точка входа, одна всего. Вот, и они абсолютно взаимозаменяемы в корлекторах и веб-серверах. Ну, я просто, вот сейчас пробую, если мы имеем коллектор на каком из дата-центра, и он падает, то на другом дата-центре мы уже не имеем этих данных, чим мы каким-то образом акнолледжменты передавали, что-то такое, намагался засути, чим мы эти данные додали в нашу базу данных, или нет, или это так дропалось? Ну, то есть коллектор сам по себе никакие данные не хранит, стандартном режиме, то есть он их получает и вложит в базу. База, она, как бы, выгорает одно облако на все дата-центры, то есть это кластер. Соответственно, если один из коллекторов на одном дата-центре там записывал, записывал данные, потом упал, он переставил данные записывать. То, что вместе с ним упало, это там от 5 до 100 ивентов, грубо говоря, эта информация пропадет, это допустимые потери были. А, RabbitMQ также был дистрибьютит? Да, ну, RabbitMQ это был внешний сервис по отношению к нашему продукту, ну да, там стоял кластер, по-моему, там 4 ноды, две на паблишинге, две на субскрипшинге, две на субскрипшинге, вот, сверху над ними так же само стоял балансер физический. Соответственно, для нас это была одна точка входа, есть, а для них там внутри, как они себе решат. Ну, присутствовал только на одном сайте, изначально. То есть, это как бы такой нюанс, мы все это делали, я по факту сказал, что вот эта вот часть источников, которые RabbitMQ предоставлял, она находится на одном сайте. То есть, если этот сайт упадет, то мы, хотим не хотим, но все равно данные с этих источников получать не будем, потому что он RabbitMQ на субскрипшинг для ивентов только на одном сайте. Ну, так все, блять. RabbitMQ тоже тяжко кросс дата центры деплоинта. Ну, да, да, да. Да, в принципе, я вот на таком уровне с ней RabbitMQ не работал, полностью с конфигурированием. Ну, потому что знаю тогда это. А який час був між, ну, я навіть не знаю, входженням ивентом в нашу систему, где там ходит коллектор и его наявности для запиту? Какие латенции между... Ну, я точно, к сожалению, не скажу. Ну, точно скажу, что это латенции, когда мы делали перформанс-тестирование, тестов это был как раз на запись данных, то там, мы, к сожалению, это время не замеряли, но время между тем, как данные генерировались и посылались к коллектору и эквайрились, процесс шел, то есть, ну, параллельно. Соответственно, там доли миллисекунд. И точно латенции не так не скажу. Такая. Основной момент, если данные попадают в RAM, то, в принципе, в самом кластере это происходит доли миллисекунды буквально. Вот. Если нужно ходить и записывать данные и двигать их туда-сюда с диском и пейнется, то, соответственно, там увеличится время. Вот. Ну, так вот. Ну, получается, последнее вот с июня и до текущего момента мы за ней следим за этой системой и следят клиенты, которые пользуются вот на своих устройствах своими средствами. И, ну, не было такого, чтобы данные попали к коллектору, их нельзя было заквайрить. Плюс у нас есть бонус в виде того, что между тем, как данные поступают и между тем, как их заквайры, почти наверняка есть там пять минут запаса. То есть, ну, нет такого, чтобы там квайры секунда в секунду. Это, как бы, особенность работы тех клиентов системы. То есть, они там связаны с цепочкой. Ну, там достаточно большая структура, она достаточно сложная. Вот эти вот пять минут запаса нам обеспечивали сторонние системы. Ну, несмотря на это, все равно мы, как бы, на это не ориентировались. И изначально, ну, так, что конкретно, честно, не отвечу. Не отвечу. Окей. Окей, очень спасибо. Я что. Ребята, есть еще вопросы к Максиму? Ну, ну, ладно, ладно. Окей. Если нету, спасибо большое, Максим, тебе за сегодняшнюю презентацию. Вот.